Студентка второго курса высшей школы ИТИС Казанского федерального университета Гузель Мусина демонстрирует свою корону. В январе она стала обладательницей звания Мисс Казань 2018, а недавно вернулась из Севастополя с новым титулом Мисс Студенчества Привозского федерального округа. Его она получила на 12-м всероссийском конкурсе интеллекта, творчества и спорта Мисс и Мистер Студенчества России. Ну, конечно, гордость и какое-то внутреннее удовлетворение, что ли, что да, я сделала, что я лицо студенчества Привозского округа. Чтобы получить заветную корону, нужно было приложить немало усилий. В финале конкурса участвовали 39 девушек и 23 молодых человека из 40 регионов России от Хабаровска до Калининграда. Всем финалистам необходимо было всего за несколько дней продемонстрировать свои таланты и доказать, что именно они достойны победы. Конечно, были девочки сильнее, возможно, в творческих номерах, кто-то лучше себя показывал в спортивных мероприятиях, кто-то в интеллектуальном конкурсе. Но это же все берется в совокупности, и если кто-то хороший в этом, не обязательно он хороший в этом. Конкурсанты устраивали дефиле в национальных костюмах, студенческом стиле и вечерних нарядах, а также рассказывали о своей будущей профессии. На конкурсе оценивалась и физическая подготовка участников. Гузель отмечает, что очень переживала за это задание, но справилась хорошо. Мы сдавали норму ГТО, был, так скажем, спортивный этап. Это было для меня, не сказать, что тяжело, но я очень боялась, потому что я боялась отжиманий, но я отжала, все хорошо. Мне даже сдали серебряную медальку за норму ГТО. На всероссийском конкурсе учитывались и творческие способности участников. Гузель выступала на сцене с татарским народным танцем, показывая тем самым любовь к своей родине. А вот за интеллектуальный конкурс пришлось поволноваться, отмечает девушка. Никто из конкурсантов не знал, что попадется в билете. Гузель рассуждала на тему Пушкина или Лермонтов высоцкие лицой. Казалось бы, конкурс красоты и должна быть напряженная борьба и дух соперничества. Но Гузель отмечает, что успела со многими подружиться за время конкурса. Вообще не чувствовала конкуренции, какой-то взглядов, какой-то зависти. Вообще ничего не было ни по отношению ко мне, ни к другим участницам. У нас был очень дружный коллектив и мне с этим очень повезло. Это, наверное, был единственный раз, когда я прощалась с людьми и плакала. Мы за пять дней так сильно сдружились. О награждении девушка рассказывает очень эмоционально. Говорит, что запомнит его еще надолго. И не только потому, что получила титул Мисс Студенчества Привозского федерального округа. У нас был финал в Херсонесе, в историческом месте. И, чтобы вы понимали, там было около 13 градусов. Это была ночь. Херсонес рядышком с морем находится. Там был жуткий ветер. И мы стояли, вот я в таком вот тоненьком платье стояла. И мы очень-очень сильно мертвы. Мы были... Ну, финал, наверное, длился около часа. Мы на сцене стояли просто. Вот так вот я уже дрожу и думаю, давайте быстрее результаты. Я не могу, у меня мурашки вот так по коже. На мой последний вопрос о том, что в понимании Гузель, значит, красота отвечает серьезно и вдумчиво. Для меня красота – это не только внешняя составляющая человека, но и внутренняя, безусловно. Красота – это гармония. Гармония с собой, гармония с окружающим миром, гармония во всем. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс.